Надо нам с вами продолжать разбираться с IP-сетями. В прошлый раз мы говорили о классах сетей. В этот раз будем говорить о бесклассовой маршрутизации, как она появилась и для чего она нужна. Будем разбирать, как обычно, на конкретных примерах, чтобы было понятно. Тема у нас все та же. Бесконечная 109.1. Добрались мы до части 3. Итак, для начала разберемся с понятиями. В прошлый раз мы выяснили, что у нас есть 5 классов сетей, из которых в основном используются первые 3 класса А, Б и С. А классы это у нас гигантские сети, B это у нас средние сети, C это у нас малые сети. То есть изначально у нас, когда придумали протокол IP, задумали только 3 класса сетей. И тогда даже еще и не было понятия масок. То есть, в принципе, если применять к тем сетям понятия масок, мы говорим о том, что к первым сетям у нас относится маска, у которой первый октября установлен единицы, у второго класса первый и второй октября и так далее. То есть у нас с вами маски могли принимать значения только от 0 до 250, только 0 или только 255, точнее. То есть 255, 255, 0 или 255, 0, 0, 0 и так далее. Но в какой-то момент, а именно в середине 80-х годов, в сети интернет столкнулись с тем, что магистральные крупные маршрутизаторы стали переполняться, то есть переполнялись их таблицы маршрутизации. И уже в начале 90-х к проблеме большого количества маршрутов стала прибавляться нехватка адресов. Кроме того, стали подходить к тому, что редко в локальную сеть входило больше, чем там 100-200 узлов, и поэтому использовать сети класса А и Б для этого было нецелесообразно. Кроме того, было очень много сетей на 20-30 узлов, и тратить на них целую сеть класса С тоже считалось расточительством. И именно тогда стали вводить понятие под сеть, которое заключалось в том, что мы начали заимствовать биты у маски. Я сейчас покажу это на примере. Значит, суть всего этого, то что вначале у нас появилась технология VLSM, то есть маска переменной длины, которая позволяет нам бить текущую сеть на подсети, а потом появилась на базе этой технологии технология CIDR, которая позволяла наоборот объединять сети в более крупные сети высокого порядка. То есть суть CIDR это тот же самый VLSM наоборот. Это надо понимать, это тяжело очень гуглить и разбираться самому в этом, если вы вдруг решите. Но суть в том, что сначала появилась технология VLSM, и рутеры стали поддерживать ее, а потом появилась технология CIDR. До сих пор можно встретить цисковские какие-нибудь старые маршрутизаторы, которые до сих пор прекрасно работают, но, например, не поддерживают CIDR или не поддерживают VLSM. Так вот, еще раз подчеркиваю, VLSM это когда мы бьем нашу текущую сеть на подсети, а CIDR это когда мы берем несколько сетей и объединяем их как одну единую сеть в маршрутизаторе. Это все очень сильно относится к сетевым технологиям, к маршрутизации и так далее. Нам так глубоко забираться не надо, нам нужно с вами разобраться просто с маской переменной длины. То есть, если взять какую-нибудь стандартную сеть класса C, у нас 192, 168, 10, 0, с стандартной маской, где первые три актета забиты единицами, то есть 255, 255, 255, 0, или маска slash 24, то, используя технологию VLSM, мы эту сеть можем бить глубже, глубже и глубже. То есть, мы начинаем занимать у последнего актета все больше и больше битов под маску, я сейчас вам покажу. А SIDR, наоборот, позволяет взять 256 каких-нибудь сетей и объединить в одну сеть более высокого порядка. Это все очень удобно для маршрутизаторов и для маршрутизации. То есть, это все, эти преимущества можно увидеть, именно работая с таблицами маршрутизации. Мы этого делать не будем, и я, более того, в этом не крупный специалист. Так вот, давайте разберемся на примере, чтобы нам стало понятно. Для начала у нас слайд со стандартной маской slash 24. То есть, у нас наша стандартная сеть 192, 168, 0. Это одна сеть, и в ней у нас 256 адресов. Вы видите адрес сети. Он у нас в двоичной системе указан. 192, 168, 0 и 0. И маска. Тоже указана у нас, я специально разделил ее зелененьким и синеньким. Таким образом, мы имеем с вами минимальный адрес нашей сети, когда у нас адрес сети остается неизменным, и все биты адреса равны нулю. И максимальный адрес, когда у нас, опять же, адрес сети остается тем же самым, и все биты, которые отвечают за хост, равны единице. То есть, минимальный адрес 192, 168, 0, 0. Максимальный адрес 192, 168, 0, 255. Кому на этом моменте непонятно, дальше прекращайте смотреть и пишите комментарии. Я вам попробую как-нибудь разъяснить. Напоминаю то, что мы не можем использовать первый адрес, нулевой, потому что это адрес сети, и последний адрес, потому что это широковещательный адрес. То есть, у нас, по сути, сейчас в сети есть 254 адреса под хосты, под узлы. Если мы сейчас возьмем с вами и начнем отходить от классовой адресации, и займем первый бит у адреса хоста под сеть. Как это выглядит? Мы возьмем с вами маску 25, и я вам подчеркнул то, что мы в двоичной системе взяли и заняли единичку. Я ее подчеркнул и сделал жирненько, эту единичку. То есть, теперь у нас под адрес узла уходит 7 бит, а 1 бит, он у нас уходит под адрес сети. Таким образом, мы получаем с вами уже 2 подсети по 128 адресов. То есть, мы преодолели с вами ограничения класса С, и взяли с вами и разбили одну сеть на 2 маленьких подсети. Это, опять же, в реальной жизни обычным админам редко пригождается, а каким-нибудь админам провайдеров и сетевым различным администраторам пригождается часто, когда у них есть какой-то ограниченный диапазон адресов, и им нужно его умеренно поделить между своими клиентами, чтобы не отдавать им целиком целую сеть. Именно тогда они начинают бить это все на подсети, чаще всего по 2-3 узла. Значит, я здесь, опять же, первый слайд сделал подробный. Я вам показываю то, что первая сеть у нас имеет подчеркнутый нолик, вторая подсеть у нас имеет подчеркнутую единичку в своем адресе. То есть, это две разные уже подсети. Чтобы между ними ходили пакеты, нужен маршрутизатор. То есть, по умолчанию они друг друга не видят адреса из этих подсетей. И, соответственно, у нас остается 7 бит под адреса хостов в первой подсети и во второй. Я вам даже показал то, что первая подсеть у нас будет иметь адрес 12680 от 0 до 127, потому что она может принимать значение, адреса могут принимать значение от всех нулей до 0 и все единицы. А вторая подсеть у нас принимает значение 12680 от 128 до 255, потому что в ней могут адреса принимать значение от единичка все нули до единичка все единички. Специально подчеркнул, выделил цветом, вглядитесь, посмотрите, нажмите на паузу. Дальше я решил показать вам, что будет, если мы еще один бит займем у адреса хостов. То есть теперь у нас маска становится слэш 26, у нас 26 бит уходит под маскировку адреса сети. Маска становится 255, 255, 255, 192. И таким образом мы уже получаем 4 подсети, потому что у нас вот эти вот 2 единички, 2 вот этих бита в последнем актете, возможно, 4 комбинации этих двух бит. Это 0, 0, 0, 1, 1, 0 и 1, 1. Именно поэтому мы получаем 4 подсети. И оставшиеся 6 бит под адрес оставляют нам в каждой сети 64 комбинации. То есть у нас получается 4 подсети по 64 адреса. Таким образом мы начинаем с вами разбивать сети на более маленькие подсети, каждый раз занимая биты у актета, которые относятся к адресу. Но этот процесс тоже не бесконечный, поэтому я вам решил показать, что будет с последними битами маски. То есть маска 30, когда у нас под хост остается только 2 последних бита. 2 последних бита у нас дает нам всего 4 варианта комбинации. Это 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. То есть по сути 4 адреса. Но так как я говорил, мы используем первый адрес под адрес сети, а последний адрес под адрес широковещания, по сути мы можем получить только 2 хоста в этой сети. Маска 31. Тут уже начинается интересное, про это мало кто обычно рассказывает, только какие-нибудь циско-преподаватели. Значит маска 31, когда у нас остается только последний 1 бит под адрес хоста. То есть по сути у нас получается 128 под сетей, в каждой из которых может быть по 2 адреса. Опять же первый адрес это адрес под сети, второй адрес это адрес широковещательный, по сути он не используется. Но в современных маршрутизаторах есть возможность работать с масками 31, используя адрес под сети. То есть если коротко говорить, то можно делать специальные point-to-point линки между маршрутизаторами и экономить IP пространство адресов, используя эти маски 31. Но как правило никто этого не делает и все этого боятся, потому что не понимают как эта маска 31. Есть даже отдельный документ RFC 3021 на тему этой маски. Я вам ссылку дам, но вы там не знаю, разберетесь не разберетесь. И последняя маска, маска 32, она как раз используется уже почаще. Опять же здесь вы видите по сути 256 под сетей по одному адресу. То есть это даже никакие не под сети. Но суть в том, что это маска, которая используется для служебных надобностей, часто для организации петлевых интерфейсов. Ее можно часто увидеть в таблице маршрутизации. Но это уже именно такие тонкие сетевые технологии, которые мы с вами рассматривать не будем. Мы и так довольно-таки глубоко копнули для нашей темы 109.1. А теперь возьмем и пойдем с вами от нашей стандартной маски 24 в обратную сторону. То есть теперь мы будем отнимать у маски биты, чтобы у нас появилось большее пространство для адреса хостов. То есть если мы возьмем сейчас, вы видите, займем у нашей стандартной маски из третьего октета один бит под адрес хоста. Я подчеркнул и выделил жирным нолик вот этот вот. То есть теперь у нас не маскируется этот бит под адрес сети. У нас теперь этот бит доступен для адресов. И мы получаем сеть большую, чем маска 24. Мы получаем одну сеть на 512 адресов. И это как раз-таки встречается очень часто в реальной жизни админов, когда у них пространство адресов уже кончается, появилось много, не знаю, сетевых принтеров, ноутбуков, вайфаев. Не хватает адресов, и тогда вы просто меняете в вашей сети маску. И чем это удобно, вам не нужно менять IP-адреса, потому что у вас появляется теперь еще целое отдельное пространство. Например, вот в данном случае у нас была с вами сеть 192-168-0, и там было 255 адресов от 0 до 255. Теперь к вашей сети добавляется еще целое пространство 192-168-1 с адресами от 0 до 255. И таким образом все ваши старые IP-шники остаются действительными. Вам не нужно перепрописывать адреса, вам не нужно перепрописывать по текстовым папкам, к принтерам. Вам достаточно просто на всех устройствах заменить маску. Обычно это все при помощи DHCP спокойненько выдается. Опять же, здесь я вам справа в скобках показал, то что теперь вы можете использовать адреса в битовой части, в двоичной, от 0.все нули до 1.все единички. То есть я вам показал просто конец второго октета, третьего октета и весь четвертый октет здесь в скобках, чтобы целиком не писать вот эти все 192-168. Далее, если мы отнимем еще один бит от нашей маски под адрес хостов, у нас уже получается в правой части доступно 10 бит под адреса хостов. То есть 2 в степени 10 это 1024 адресов. Опять же, первый адрес это адрес сети, последний адрес адрес шевуроковещания, то есть по сути это 1022 узла у вас есть в вашей одной подсети. И опять же, адреса будут выглядеть у вас 192-168-0-DF3 и четвертый октет от 0 до 255. Потому что у вас вот какие возможны комбинации. От всех нулей до всех единиц у вас 2 в степени 10 комбинаций под адрес узлов. Слайд с выводом я уже вам делать не стал, скажу его вслух. Еще раз, мы значит отошли с вами от классовой адресации, это произошло где-то в начале 90-х годов, и стали использовать не целые маски, когда у нас уже маски могли принимать значение не 255, а вот эти вот суммы степеней двойки. И тем самым мы стали получать возможность разбивать сети на более маленькие подсети и в обратную сторону агрегировать несколько сетей в одну сеть более высокого порядка. Это позволило экономить IP-адреса, это позволило уменьшать таблицы маршрутизации и проще работать с маршрутизатором. Это был первый шаг для упрощения и расширения среды IP, а затем мы уже придумали протокол IP-версии 6, о котором мы будем говорить с вами через пару занятий.